Говоря об уходе за зоной моего тела, я конечно же не могу не рассказать про свой уход за зоной бедер, за зоной бедер и за зоной ягодиц и за зоной живота. Для меня это одна зона и ухаживаю я за ней тоже одними и теми же средствами. Если мы говорим о зоне ягодиц, о зоне бедер и о зоне живота, то конечно же для того, чтобы эту зону поддерживать в тонусе, для того, чтобы кожа была упругой и подтянутой, в первую очередь обязательно делать специальные упражнения. Да, я искренне верю, что о спорте мир совершенства и если вы не делаете специальные упражнения, если вы не тратите ваше время на физические нагрузки для того, чтобы поддерживать мышечный каркас данной зоны в тонусе, то, к сожалению, добиться подтянутой стройной упругой кожи будет очень и очень проблематично. Итак, пункт первый в сходе за этой проблемной зоной это все-таки регулярные физические упражнения. Пожалуйста, акцент именно на том, что упражнения должны быть регулярны. Честно говоря, я достаточно ленивый человек и заставить себя ходить в спортзал для меня практически невозможно, но я стараюсь каждый день или через день, но на самом деле стараюсь действительно каждый день находить хотя бы 20-25 минут для того, чтобы сделать свой комплекс упражнений, которые мне очень-очень нравятся, которые я могу сделать в домашних условиях, для которых мне не нужны специальные снаряды и которые позволяют поддерживать мне собственное тело в том состоянии, в котором оно меня устраивает, радует и не вызывает у меня какого-либо дискомфорта. Второй пункт в уходе за зоной бедер, ягодиц и декольте, прошу прощения за зоной бедер, ягодиц и живота, это регулярное очищение кожи более глубокой, то есть это скрабы или массирование, обрабатывание данных зон с жесткой мочалкой, с каким-то увлажняющим либо мылом, либо гелем. Как правило, данную процедуру стоит проводить хотя бы один раз в неделю для того, чтобы тщательно отшелушить ороговевшие, омертвевшие частички, позволить вашей коже дышать, обновляться и для того, чтобы улучшить лимфодренаж, улучшить циркуляцию крови в данной зоне и, соответственно, в то время, пока вы обрабатываете данную зону с помощью жесткой мочалки или с помощью скраба, вы одновременно делаете данные зони и массаж. Пожалуйста, не жалейте ваше время на то, чтобы несколько минут потратить на более тщательное нанесение скраба на эту зону, для того, чтобы промассировать эту зону, для того, чтобы улучшить лимфодренаж, для того, чтобы увеличить приток крови в данной зоне, поверьте мне, через какое-то время вы действительно увидите результат ваших усилий. Если мы говорим про специальные средства, которыми мы пользуемся для того, чтобы придавать упругость, в зоне наших ягодиц и зоне наших бедер, либо уменьшать объем этой зоны, я хочу вам рассказать о своих любимых средствах, которыми я пользуюсь достаточно давно и к которым я прибегаю опять, опять, опять. Первое средство, средство мое любимое, средство, которым пользуюсь давно и которому не изменяю, которому периодически, периодически возвращаюсь, это средство фитофилин от марки Ля Рак. Это вот такие вот ампулки. В данном случае это ампулка уже со специальной крышечкой с дозатором, а так это 21 ампула, которая продается в коробке. 20, прошу прощения, не 21, там 20 ампул от марки Ля Рак. Что вы делаете? Вы берете, открываете ампулку, переливаете ее содержимое в данную колбочку, у которой есть дозатор, и дальше уже отсюда наносите данное средство на зону вашего живота, на зону ваших ягодиц, на зону ваших бедер, и аккуратно легкими массажными движениями вбиваете данное средство в вашу кожу. Что я могу сказать про это средство? Как я же говорила, данное средство очень люблю. К данному средству возвращаюсь опять и опять. По поводу уменьшения объемов собственного тела, я каких-либо очень радикальных изменений не заметила, но, честно говоря, у меня и проблем с увеличенными объемами никогда не было, но то, что волшебный фитофилин очень и очень ярко выраженно выравнивает рельеф вашей кожи, и то, что кожа в этих зонах становится более гладкой, это действительно так. И я уже третий или четвертый год стараюсь весной проходить курс из двух подобных упаковок, то есть курс, который у меня, как правило, занимает полтора месяца, для того, чтобы привести мою кожу в порядок, для того, чтобы кожа была еще более гладкая, подтянутая и упругая. Как я уже сказала, я переливаю из ампулки содержимое вот в этот вот пузыречек и наношу его, в принципе, одной ампулы мне хватает на 2-3 применения. Как правило, я наношу данное средство вечером перед сном на кожу своего тела. Если я хочу более интенсивного результата, то я наношу фитофилин на кожу своего тела не только перед сном, но и по утрам, то есть 2 раза в день, легкими массажными движениями втираю данное средство в мою кожу. Поверх данного средства можно нанести увлажняющий крем. Если вам хочется, я периодически комбинирую фитофилин для гладкости моей кожи и поверх него уже наношу мой любимый крем реластил, который помогает мне кожу увлажнить, и тогда эффект получается вообще волшебный, и он мне очень и очень нравится. Еще одна марка, еще одно средство, которое мне очень нравится в уходе за зоной моих бедер и моих ягодиц, это марка Калистара, которая в последнее время обновила линейку антицеллюлитных средств, и в этой линейке я какие-то препараты попробовала, и сейчас я вам расскажу о том, что мне действительно понравилось. Мне понравился вот такой вот концентрат бутылочки в объеме 200 мл. Это суперконцентрат ночное лечение, суперконцентрированное антицеллюлитное ночное лечение, как я уже сказала, объем бутылочки 200 мл, бутылочка с дозатором, с вот такой вот штучкой, пипеточкой. Вы сколько надо средств набираете в пипеточку, дальше вы его наносите либо непосредственно на кожу вашего тела, я его, как правило, наношу сначала на ладони, и потом уже с ладоней массажными движениями переношу его на кожу моего тела. Как понятно из названия, данное средство, данный антицеллюлитный концентрат, он именно ночной, поэтому, собственно, я и стараюсь использовать его по ночам. Данное средство направлено не только на выравнивание рельефа вашей кожи, но и на уменьшение объемов и на сжигание подкожного жира. Конечно, глобального чуда оно не совершит, но если вам нужно немножко подкорректировать объемы вашего тела, то я думаю, данное средство справится с этой задачей очень и очень неплохо. Также в марке Калистар есть замечательные на данный момент капсулы, они достаточно большие, вот такого вот размера каждая капсулка в бутылочке, примерно такого же размера, и, по-моему, в упаковке 14 капсул, это концентрированные капсулы кофеина на масляной основе. Это средство тоже очень и очень хорошо работает. Первый раз я это средство получила в подарок, покупая вот это вот средство, я получила в подарок несколько капсул для того, чтобы попробовать. Я попробовала эти капсулы, и они мне очень-очень понравились, и потом я несколько раз уже покупала полноразмерную баночку с 14 капсулами, и наносила их, опять же, ежевечернее на кожу собственного тела, в зонах бедер и в зоне ягодиц, и тоже была очень и очень довольна результатом. Средство, правда, достойное средство. Может быть, опять же, вау-чудес оно не творит, но вы точно увидите результат, вы увидите, что ваша кожа стала более гладкой, стала более подтянутой, и действительно, объемы немножко сокращаются, это правда. Также еще одна марка, которая делает очень и очень неплохие продукты по уходу за зоной бедер и по уходу за зоной ягодиц, это марка Elansil. В данном случае это Cellus Slim 45+. Это возрастной уход за зоной бедер и за зоной ягодиц. Это тубообъемом 200 мл. Она вот здесь вот открывается. Вы нажимаете, открывается и выдавливаете крем в том объеме, в котором вам нужно, и потом уже наносите его на тело, также массажными движениями. Честно говоря, в Elansil я пробовала достаточно много продуктов. Этот продукт попробовала относительно недавно, во время одной из своих поездок по Испании. Сказать, что он мне не понравился, я не могу, но и сказать, что это какое-то суперсредство, которое меня неимоверно поразило, я тоже не могу, поэтому я частично его израсходовала наполовину, дальше он у меня стоит, потому что у меня есть средства, которые мне нравятся больше, и так как сейчас весна, я буквально недавно закончила проходить курс фитофилина, и я также периодически возвращаюсь к калистару. Я на данный момент комбинирую калистар и фитофилин, и меня эти два препарата вполне устраивают для поддержания собственного тела, в состоянии тонуса, в состоянии ухоженности, поддерживать кожу гладкой, подтянутой, тело стройным. Опять же, повторюсь, без физических нагрузок это практически невозможно. Пожалуйста, не верьте в чудеса, чудес не бывает. Опять же, стройная, подтянутая кожа бедра, кожа ягодиц, это регулярные физические нагрузки, правильное питание, плюс действительно кропотливый, каждодневный уход, ход круглогодичный. Если вы искренне хотите иметь данную зону ухоженной и подтянутой, то вы тоже должны понимать, что невозможно привести данную зону в порядок за неделю, за две и даже за месяц. Для этого нужно ежедневно работать над вашим темой, и тогда ваше тело будет всегда вас радовать, будет всегда вызывать восхищение окружающих, и вы будете чувствовать себя самой красивой и самой желанной. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Оставайтесь, пожалуйста, на моем канале, не забывайте подписываться, не забывайте ставить пальчики вверх. До скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!